В период 16 по 21 августа в подмосковном городе Жуковском на аэродроме Центральной испытательной базы страны Летно-исследовательского института имени Громова состоялся 10-й юбилейный Международный авиакосмический салон МАКС-2011 – одно из самых интересных и ярких авиационных событий современности. В салоне приняли участие 842 организации и компании из 40 стран, в том числе 220 иностранных экспонентов. Рост числа участников свидетельствовал о большом потенциале российского рынка и об интересе к нему со стороны ведущих мировых производителей. За 6 дней работы авиасалон посетили более 550 тысяч человек. Работу выставки освещали 3500 журналов. Из 848 российских и зарубежных СМИ. Главная цель проведения авиасалона – это демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка России для совместных проектов с зарубежными партнерами. МАКС предоставил редкую возможность ознакомления с ключевыми вопросами разработки, производства, сервиса и продажи авиационной техники и вооружения. Суммарная стоимость контрактов, заключенных на этом салоне, превысила 16 миллиардов долларов, побив рекорды предыдущих МАКСов. Авиасалон предоставил всем желающим возможность наблюдать на земле и воздухе опытные образцы летательных аппаратов, боевых комплексов, экспериментальных установок, которые по ряду причин не могут демонстрироваться за рубежом. В статической стоянке Звикелем было представлено более 200 миллиардов долларов. 440 единиц гражданской и военно-авиационной техники, российского и иностранного производства. После четырехлетнего перерыва в МАКС-2011 с серьезной экспозицией приняли участие Соединенные Штаты Америки. Отдельные образцы авиационной техники были представлены на юбилейном МАКСе впервые. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В демонстрационной программе МАКС-2011 приняли участие 102 летательных аппарата. Российский ближний магистральный пассажирский самолет «Сухой Суперджет-100» вместимостью до 95 пассажиров и уровень комфорта, сопоставимый с магистральными самолетами, был продемонстрирован в статусе серийного самолета. Украина представила на салоне новый региональный самолет Ан-158, который успешно дебютировал в 2010 году в Фарнборо и в июне этого года в Лебурже. Коммерческие продажи самолета Ан-158 достойного конкурента российскому лайнеру «Сухой Суперджет-100» стартовали в начале 2011 года. Впервые участниками авиасалона МАКС-Жуковском со своими новейшими лайнерами стали флагманы грандов мирового самолетастроения «Аэробус» и «Боинг». На статической стоянке зрители по предварительной записи могли подняться на борт пассажирского гиганта А-380. Внутри салона этой огромной летающей лаборатории, представляющей собой сложный окутанный датчиком организм, можно было получить всю необходимую информацию о пилотажно-навигационном и научно-исследовательском оборудовании и даже на время занять кресло пилота. Экспериментальный дальнемагистральный двухпалубный пассажирский самолет А-380 вместимостью до 853 пассажиров в одноклассовой конфигурации ежедневно участвовал в демонстрационных полетах и восхищал публику своей грациозностью и легкостью. В настоящее время самолет эксплуатируется более чем в 50 авиакомпаниях, в числе которых Корейские авиалинии, Лифтганзе, Air France, Эмирейт, Сингапурские авиалинии. Компания «Робус» получила на этот самолет в общей сложности 236 заказов от 18 заказчиков. Все типы вертолетов, выпускаемых и разрабатываемых холдингом «Вертолеты России» были показаны в павильонной экспозиции и на статической стоянке. В ежедневных демонстрационных полетах участвовали как опытные, так и серийные образцы новейших разработок холдинга. Военная тематика холдинга была представлена принятыми на вооружение в 2009 году серийными всепогодными многоцелевыми армейскими вертолетами Ка-52 и Ми-28Н. «Макс» традиционно отличается от авиационных салонов мира своей сложной и очень интересной летной программой. И на этот раз украшения «Макса» были безупречные выступления всемирно известных российских пилотажных групп. Авиационные группы высшего пилотажа военно-воздушных сил России «Стрижи» и «Русские Витязи» начали свое выступление в едином тесном строю. Демонстрируя на былых самолетах МиГ-29 и Су-27 высочайшее летное мастерство. «Макс» 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пилотажная группа «Соколы России», созданная при Липецком авиацентре для демонстрации возможностей, состоящих на вооружении ВВС России, боевых самолетов, продемонстрировала не только групповую слетанность экипажей, но и возможности тяжелых истребителей в ближнем воздушном бою. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В составе пяти самолетов выполняли свои программы авиационные группы высшего пилотажа «Русь» в Вяземском авиацентре и латвийское «Балтик Бис» – «Балтийские пчелы». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мастерски выполняя каскад сложнейших фигур высшего пилотажа на самолетах Л-39, вяземские и балтийские асы не оставили равнодушными никого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Известные летчики-испытатели демонстрировали в небе Жуковского возможностей новейших истребителей, поступающих на вооружение российских ВВС. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вышел на заключительную стадию государственных испытаний. Первый серийный образец Су-35С представлены на МАКСе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На истребителе Су-35С установлены двигатели с поворотными соплами и РЛС с фазированной антенной решеткой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С легкостью пополнялся фигурой высшего поворотана многопонциональный фронтовой ударный самолет Су-34, способный эффективно поражать наземные, морские и воздушные цели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В перспективе этот самолет-солдат по решаемым задачам близкий к парку самолетов дальней авиации станет базовым ударным самолетом фронтовой авиации ВВС России. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С новой 15-минутной показательной программой выступил основной ударный многоцелевой истребитель третьего поколения американских ЛВС F-15 Eagle. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продемонстрировал свои неограниченные возможности новейший французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Его аэродинамическая компоновка была основана на огромном опыте по совершенствованию истребителей семейства Mirage. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Среди отечественных новинок в демонстрационных полетах на МАХ-2011 впервые участвовал перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации истребитель пятого поколения Т-50. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В летной программе приняли участие оба прототипа истребителя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зрители могли свободно наблюдать за полетом этих красавцев и любоваться скоростью и летными качествами этой новейшей секретной разработки российских конструкторов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По заявлению главку МВС России Александра Зелина, опытные образцы нового самолета должны появиться в боевых частях в 2013 году. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА МАХ-2011 в очередной раз доказал, что Россия была, есть и будет великой авиационной державой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова